Девушки отдыхают Даже создают самих кукол Процесс этот настолько сложный и кропотливый Что в нашем крае есть всего одна мастерица Которая делает подвижных фарфоровых кукол Это Марина Анфилова У каждой куклы есть своя судьба, история Эту девочку с грустным взглядом зовут Надежда Надя живет во Франции в военное время Поэтому у нее в руках единственная любимая игрушка Ее девочка успела захватить с собой Кофточка слегка запылилась Чулочки сползают Эти детали хорошо продуманы Они сделаны Мариной вручную, как настоящие Застежки на обуви и сумочке, пуговки Это все раскрывается и снимается Когда Надей становится жарко К своим творениям Марина относится очень серьезно и бережно Марина Анфилова скульптор Она создает гипсовые барельефы и лепнину Украшает дома, гостиные Но больше всего любит придумывать сказочных красавиц Они рождаются у нее буквально под пальцами, без эскизов С анатомической точностью она лепит каждый сустав, пальчик, пупочек Знаете ли вы, сколько костей в человеческом теле? Больше двухсот Их нужно выучить, чтобы ручки и ножки выглядели как настоящие Чтобы выпирали ключицы, четко вырисовывались скулы А еще нужно знать, как располагаются мышцы и сухожилия Как образуются складочки на коже Поэтому у кукол Марины есть даже и линии жизни С этой куколкой произошла авария У нее разбилась ручка Ручку нужно заменить, разобрать, заново отлить и обжечь Вот эта форма, я в нее буду заливать фарфор Сейчас покажу, как это будет делаться Когда макет руки был вылеплен из скульптурного пластилина Художница сделала форму из гипса Теперь туда заливается жидкий фарфор Он будет настаиваться несколько минут, а после отправится в печь Температура обжига 1250 градусов Это в пять раз жарче, чем обычная духовка в квартире Фарфор – дорогой материал Капризный и сложный в работе Малейшая неточность, царапинка на макете или пузырек во время заливки Затвердеют намертво Исправить уже не получится Поэтому детали должны быть идеальны Еще одна особенность этого материала Он дает усадку Ручки, ножки и головы станут в разы меньше после печи Это тоже нужно учитывать сразу Зато куклы из фарфора очень приятны на ощупь Они прохладнее и тяжелее, чем пластиковые И даже немножко звенят Марина, скажите, пожалуйста, а из чего делаются глаза, ресницы и волосы у кукол? Ну вот конкретно у этой куколки глазки я лепила сама Расписывала глазки внутри и заливала их эпоксидной смолой Реснички наклеивались, это натуральные реснички Брала собственные, разрезала их на, чтобы они поменьше были А волосики идут Козочка поделилась Вот такие волосики на тресах Из них делается паричок Выбираешь, они обычно беленькие, их потом красишь краской Вот, например, рыженькая она Но главное в каждой работе Марины Не только реалистичность, а художественный образ красавицы Авторская задумка История жизни каждой куклы Например, это главная героиня рассказа Шукшина Солнце старик и девушка Загорелая и веснущатая Это девушка-художница, которая приехала в деревню И рисовала виды природы Вот, это ее рисунки Она переходила на берег реки И делала зарисовки И увидела дедушку Ей очень понравилась фактура Попросила его попозировать Ну и пока она его зарисовывала Он ей рассказывал свои истории с жизни Вот так они встречались у реки Вот, несколько раз он приходил А потом не пришел Девушка пришла В ожидании, что она столько вопросов ему интересных задаст А он не пришел И она пошла его искать Тогда по деревне спрашивать Вот А дедушка умер Девушке такой Загляд с грустиночкой Мне что понравилось Девчонка-то, она когда с ним разговаривала Она не могла понять даже, что дедушка был слепой Он приходил любоваться А оказывается, он ничего не видел Печальные и добрые Задумчивые и мечтательные Но никогда не гордые и не злые Своих творений Марина наделяет только хорошими душевными качествами Поэтому на них хочется смотреть и любоваться снова и снова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова